Привет, YouTube! Сегодня мы начинаем погружение в очень интересную и объемную тему тестирования веб-ориентированных приложений. Стандартное начало любого курса по тестированию веб-приложений заключается в разборе понятия и модели клиент-серверной архитектуры, поэтому давайте поговорим немножко о ней. Забегая вперед, скажу, что сегодня мы разберем только какие-то базовые вещи, связанные с этой моделью, но все, что касается более детального разбора, будет на следующих уроках. Что же такое клиент-серверная архитектура? Это такая архитектура, в которой сетевая нагрузка распределяется между поставщиками услуг, которые называются серверами, и заказчиками услуг, которые называются клиентами. Фактически клиент и сервер – это некое программное обеспечение. Обычно эти программы расположены на разных вычислительных машинах и взаимодействуют между собой через сетевые протоколы. Но также клиент и сервер могут располагаться на одной машине. Самый распространенный протокол – это HTTP. О нем мы будем разговаривать чуть позже, на следующих уроках. Пока вам стоит просто запомнить о том, что он есть, и что клиент-серверная архитектура построена в основном на взаимодействии через данный вид протокола. Если мы с вами сейчас глянем на данную схему, то, как вы видите, у нас здесь есть клиент, есть сервер и есть сервер базы данных. В принципе, это и есть стандартная схема клиента и сервера. Иногда базы данных в данной схеме нет. Тогда мы говорим только о том, что у нас есть клиент и сервер, которые взаимодействуют между собой. Клиент отправляет HTTP-запрос, либо же его еще называют HTTP-реквест на сервер. Сервер его обрабатывает и отправляет клиенту обратно HTTP-респонс, то есть ответ от сервера. Если же мы говорим о дополнительном элементе, таком как база данных, то здесь все просто. Клиент отправляет запрос на сервер, сервер отправляет запрос в базу данных. База данных отправляет ответ на сервер и затем сервер уже взаимодействует с нашим клиентом, отправляя ответ по той информации, которую он запросил, опять же, на клиент. Так как одна программа сервер может выполнять запросы от нескольких программ клиентов, как вы видите, у нас их здесь три, может быть и намного больше, то эту программу сервер обычно размещают на специально выделенной вычислительной машине, как правило, с какими-то другими программами-серверами, поэтому производительность данной машины должна быть очень высокой. Давайте в двух словах поговорим о недостатках и преимуществах данной модели. К плюсам, конечно же, можно отнести то, что отсутствует дублирование кода программы сервера программами клиента. Так как все вычисления выполняются на сервере, то требования к компьютерам, на котором установлен клиент, снижаются. Как я уже сказал раньше, обычно программы сервера находятся на более вычислительных машинах, чем программы клиенты. Также к плюсу можно отнести то, что все данные хранятся на сервере, который, как правило, хорошо защищен, лучше, чем большинство клиентов. И на сервере проще организовать контроль полномочий, чтобы разрешать доступ к данным только клиентам с соответствующими правами доступа. Обычно этим занимается отдельно выделенный человек, системный администратор, возможно, либо же DevOps. Недостатками данного вида архитектуры является то, что если у нас, например, не работает сервер, то вся вычислительная сеть также не будет работать. Как я уже сказал, для поддержки данной системы требуется отдельный специалист, системный администратор. И обычно серверное оборудование стоит очень дорого. Также, говоря о клиентах и серверах, стоит поговорить о так называемой трехуровневой архитектуре. То есть, если у нас в звене есть только клиент и сервер, то такая архитектура двухуровневая. Но когда у нас появляется база данных, например, если мы говорим о какой-то социальной сети, когда клиент отправляет информацию на сервер с запросом того, что он, например, ищет, и эта информация содержится в базе данных, то серверу необходимо обратиться к ней, чтобы получить данную информацию. То есть, у нас добавляется дополнительно вот эта база данных и ее сервер. И тогда у нас есть вот этих три звена. То есть, информация с базы данных уходит обратно на сервер и через сервер попадает обратно на клиент. Часто на собеседованиях просят нарисовать такую схему клиент-серверной архитектуры, поэтому запомните, чем отличается двухуровневая и трехуровневая схема. Самым распространенным примером клиента является браузер. Все мы с вами знаем, что это такое. Например, это Google Chrome, либо Safari, либо Mozilla, либо Opera. То есть, мы вводим туда какие-то наши HTTP-запросы. По сути, это то, что мы вводим в адресную строку. И этот запрос уходит на сервер. Вот это и есть клиент. Различают два типа клиентов – тонкий и толстый. Часто на собеседованиях просят привести примеры тонких и толстых клиентов, рассказать вообще, что это такое. Поэтому обязательно запоминайте, чтобы в дальнейшем не растеряться на техническом интервью. Смотрите, тонкий клиент – это компьютер, либо же какая-то программа клиент в сетях с клиент-серверной архитектурой, которая переносит все или большую часть задач по обработке информации на сервер. Как я уже сказал, примером такого тонкого клиента может быть браузер, который используется для работы с веб-приложениями. Почему его называют тонким клиентом? Потому что вся основная бизнес-логика, все вычислительные мощности у нас расположены на компьютере сервера. А клиент, по сути, это какое-то простое программное обеспечение, которое помогает нам отправлять запросы на сервер. Если же мы говорим о толстом клиенте, то это такое приложение, которое обеспечивает расширенную функциональность, независимо от центрального сервера. Часто сервер в этом случае является лишь каким-то хранилищем данных. А вся работа по обработке и представлению этих данных переносится на машину клиента. Например, если взять такое сложное программное обеспечение, как 1С Бухгалтерия, я думаю, что некоторые из вас работали с ней и знают, что, по сути, это приложение позволяет вести весь бухгалтерский учет на том или ином предприятии. То есть в нем содержится вся основная бизнес-логика. И на сервер у нас передается только те данные, которые необходимо сохранить в базе данных. Либо же, когда нам будет необходимо их получить, обратно отправить какой-то запрос и получить их с базы данных. А все остальное, основное, находится именно вот на этом толстом клиенте, в 1С. Также к такому толстому клиенту можно отнести все онлайн-игры, те же самые танки. Опять же, все в основном у нас находится на клиенте. То есть клиент, по сути, это и есть наша компьютерная игра. А уже, опять же, информация о пользователях, то, что хранится в базе данных, у нас находится на сервере. То есть это не такая сложная вычислительная мощность, которая может в себе содержать всю основную бизнес-логику нашего приложения. Вот запомните вот эти основные примеры толстого и тонкого клиента, и без проблем вы сможете тогда объяснить на собеседовании, что это такое. Иногда достаточно просто назвать эти примеры без каких-либо уточнений по поводу того, какая бизнес-логика содержится в толстом и тонком клиенте. В принципе, на первых порах данной информации нам будет достаточно для того, чтобы вести беседу о тестировании веб-приложений. Дальше мы с вами разберемся, что же такое HTTP-запрос, HTTP-реквест, из чего он состоит, что вообще мы можем отправлять на сервер, в каком виде эта информация приходит к нам, на клиент, как мы можем это посмотреть, используя встроенные инструменты в наших браузерах, в наших клиентах. Сможем потестировать какие-то веб-сервисы и вообще в целом узнаем, как тестировать веб-сайты. Как видите, я уже назвал три слова с ключевой частью веб. Веб-сервисы, веб-приложения и веб-сайты. Я думаю, что у вас появились некоторые вопросы, что же это такое и почему они между собой отличаются. Давайте теперь немножко поговорим об этом. Веб-сайты обычно носят какой-то информационный характер. То есть они состоят из неких веб-страниц, объединенных друг с другом в единый ресурс. Имеют какую-то простую архитектуру на основе HTML-кода. Опять же, про HTML, CSS и JavaScript мы поговорим с вами чуть позже. Но чтобы вы понимали, это просто какая-то основная информация в виде разметки на нашем сайте. И такие вот веб-сайты, по сути, служат в качестве платформы для предоставления контента для посетителей. То есть они содержат какие-то текстовые файлы, изображения, возможно, музыку. Сайты не предоставляют возможности взаимодействия с нашей программой. То есть пользователи не имеют доступа к размещению своей информации, кроме как заполнения формы для получения, к примеру, подписки. Наиболее яркими примерами типичных сайтов могут быть новостные, кулинарные сайты, прогнозы погоды. В отличие от веб-сайта, веб-приложения – это такие интерактивные компьютерные приложения, которые специально разрабатываются для сети интернет и позволяют пользователям вводить, получать и манипулировать данными с помощью взаимодействия. Такие программы имеют очень тесную связь с нашим сервером и отправляют на него очень много запросов. И такие веб-приложения могут быть встроены в веб-страницы, либо же сами веб-страницы могут являться приложениями. Если вспомнить какие-то основные, к ним можно отнести, к примеру, Facebook, Gmail, YouTube, eBay, Twitter, Amazon, различные соцсети, тоже ВКонтакте, если взять. Веб-приложения используют имя пользователя и пароль для аутентификации и позволяют своим посетителям обмениваться, например, мгновенными сообщениями, если мы говорим о соцсетях, либо же каких-то блогах, создавать контент на основе пользовательских предпочтений, обеспечивать к нему неограниченный доступ. Также там могут быть встроены какие-то мини-программы для развлечений. И еще одно отличие от веб-сайтов то, что многие интернет-приложения могут не иметь реального информативного содержания. Что же это значит? То есть они используются для выполнения каких-то дополнительных задач. То есть это могут быть какие-то интернет-переводчики, мессенджеры, конвертеры файлов, конвертеры валют, все что угодно. И последнее, о чем я хотел вам сегодня рассказать, это веб-сервисы. Если мы с вами вспомним один из первых уроков, посвященный уровням тестирования, то один из них был интеграционный. И вот именно логика интеграционного уровня привязана к веб-сервисам. То есть что же такое веб-сервис? Это прикладной программный интерфейс, API, который работает на сервере и предоставляет клиенту данные через HTTP, тот протокол, о котором мы говорили с вами в первой части нашего урока, через стандартизированную систему обмена сообщениями. Веб-сервисы, в свою очередь, подразделяются на SOAP и REST. Опять же, об протоколе SOAP и архитектурном стиле REST мы поговорим с вами на одном из последующих уроков. Но что вам нужно знать, что в современном сценарии большинство сервисов предпочитают использовать именно архитектурный стиль REST, в отличие от SOAP. Почему? Потому что SOAP это протокол, то есть он какой-то стандартизированный, а REST он более гибкий, то есть нет каких-то строгих правил, по которым мы должны с ним сотрудничать и его использовать. Поэтому он более интересен с точки зрения веб-разработки. И опять же, так как SOAP является протоколом стандартизированным и он использует XML, XML это по сути расширенный язык разметки, он очень похож на HTML, если вы знакомы с языками разметки. И по объему информации, которую мы вкладываем в SOAP, она, конечно, намного больше, чем в REST. Там мы используем JSON и объем информации намного меньше. То есть мы можем здесь сократить время на вот эти все ответы и запросы на сервер. Опять же, обо всем этом мы будем говорить с вами чуть позже, поэтому пока сильно не заморачивайтесь, просто запомните, что веб-сайты – это некие простые веб-страницы, которые представляют собой информационную какую-то нагрузку. Веб-приложения уже позволяют пользователю взаимодействовать с этими разными веб-страницами, вводить свои какие-то данные, взаимодействовать с контентом. А веб-сервис – это, по сути, API-шка, наш какой-то предвкладной интерфейс программы, который позволяет различным веб-приложениям, к примеру, взаимодействовать между собой. На этой прекрасной ноте наше первое занятие в рамках тестирования веб-ориентированных приложений подходит к концу. Я надеюсь, что в голове у вас немножко отложилось, что такое клиент-серверная архитектура, чем отличаются между собой веб-сайты, веб-приложения и веб-сервисы. И вы сможете без проблем ответить на данные вопросы в ходе ваших первых интервью, если у вас все-таки спросят эту информацию, а ее обязательно спросят. На следующем занятии мы с вами продолжим изучение клиент-серверной архитектуры на более низком уровне. погрузимся в эту тему с головой, поэтому обязательно оставайтесь на этом канале, ставьте свои лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии с вопросами, я отвечу всем и каждому. А на этом у меня все. Милости прошу к нашему шалашу. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok